Всем привет! Сегодня я расскажу вам 9 заметок о том, как быть продуктивным и сохранять и экономить свое время. Итак, первый пункт. После того, как вы проснулись, сразу же вставайте. Не тратьте время на то, чтобы поваляться со смартфоном в кровати. Лучше встаньте, сделайте зарядку, займитесь йогой, выпейте воды и пойдите сделать себе вкусный и полезный завтрак. Сначала для того, чтобы привыкнуть к этому будильнике на телефоне, можно сделать себе приписочку о том, что сразу же подъем, ну или что-то подобное. Второй пункт. Каждый день с утра записывайте себе туду-лист со всеми занятиями и делами, которые сегодня вам нужно сделать. Или заполняйте календарь в телефоне, если вам так удобнее и вы не любите писать на бумаге. Польза от этого легко объясняется тем, что не приходится вспоминать в течение дня, что же нужно сделать, и также невозможно что-то забыть. Этот список всегда перед вашими глазами, и быть деятельным так намного легче. Третий пункт. В здоровом теле здоровый дух, и без упражнений физических никуда. Во многих случаях мы ощущаем вялость или усталость не от того, что мы перетрудились или не выспались, как мы думаем, а из-за того, что у нас нет никакой физической активности в течение дня. Поэтому хотя бы легкой аэробикой заниматься нужно обязательно. Четвертое. Делите свои большие цели на маленькие, то есть спланируйте все свои действия, исходя от обратного, от большой цели к более мелкой, к более мелкой и к другим более мелким. Пятый пункт. Осознанно перестаньте поддаваться лени и прокрастинации, которая поджидает нас всегда и всюду. Здесь рекомендую ознакомиться с моим другим видео, ссылку на которое оставлю внизу в описании. Шестой пункт. Найдите себе хобби или любое другое увлечение, занятие которым будет приносить вам удовольствие и расслабление. Если вы занимаетесь какой-то напряженной работой, очень важно переключать свой мозг и вид деятельности, менять на что-то другое, более легкое и творческое. И в таких случаях хобби может стать большим спасением для того, чтобы на вашей серьезной и важной работе оставаться таким же продуктивным и деятельным. Седьмой пункт, но он один из самых важных. Нужно найти то, на что вы тратите больше всего времени в течение дня. На какую ерунду вы расходуете ваше свободное время. Возможно, для осуществления этого пункта вам потребуется целый день провести с таймером, записывать по минут на каждое свое действие, чтобы найти тот большой отрезок времени, который исчезает у вас каждый день из-под носа. Здесь я очень советую прочитать книгу Яны Франк «Музы и чудовище». Восьмой пункт, пересмотрите свои бытовые рутины и найдите способ экономить на них время. К примеру, чтобы не тратить каждый день по 2-3 часа на приготовление еды, делайте один раз нарезки из продуктов, овощей, заморозки и другие домашние, сделанные собственными руками, полуфабрикаты, из которых потом гораздо удобнее готовить. Или же вместо траты 4 часов в неделю на огромную генеральную уборку, убирайтесь по 15 минут, но каждый день. Мало того, что вы избавите себя от полной загруженности выходного дня, так еще и квартира будет всегда в порядке и в прекрасном виде. И последний, девятый пункт. Научитесь чувствовать, когда же вам нужен отдых. Продуктивность и повышенная работоспособность – это, конечно, хорошо, но человек не машина, и ему очень часто нужен отдых, а он даже не задумывается об этом и думает только о том, как бы побольше сделать всех дел, поставленных задач и прочее. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Спасибо за просмотр. Всем пока.